Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии в среду, 9 февраля. Меня зовут, наконец, Александр. И сегодня мы с вами рассмотрим ключевые события предстоящего дня. Заглянем в экономический календарь и посмотрим графики наиболее актуальных инструментов, на мой взгляд. Начнем по традиции с экономического календаря. Так, открываем экономический календарь на сайте компании Markets в разделе «Клиентам. Экономический календарь». Так, у нас открылся сразу комиссийный календарь на следующий день, на 9 февраля. Смотрим, у нас сегодня в 10.00 по Москве торговый баланс в Германии. Счет текущих операций без учета сезонных колебаний в Германии. Так, ну, эти события, как скажем, особо на рынок не повлияют. Смотрим, что у нас еще есть сегодня. Изменение запасов сырой нефти в 18.30. Важный показатель. Выступление председателя Банка Канады Маклима в 18.00. Посмотрим сейчас график канадского доллара. Какие по нему перспективы. Ну и в целом, наверное, на сегодня это все. Сегодня самое важное событие – это все-таки запасы по нефти. Что ж, давайте тогда перейдем к графику. Начнем наш анализ также с графика S&P 500. S&P 500 у нас в целом с вчерашнего дня особо не поменялся. Но видно, что цена пытается еще раз протестировать предыдущий максимум 4585. Цена постепенно к этому уровню идет. И в целом, я думаю, что вероятность того, что цена обновит этого максимума, очень высокая. И следующий уровень – 4600. И по S&P 500 остаются цели прежними – 4620. Поэтому ждем роста. Переключаемся на индекс доллара. По индексу доллара у нас с вами был прогноз, что цена может вырасти до 9620. И если вот сейчас смотреть с точки зрения технического анализа, все-таки ситуация на самом деле очень такая спорная. Очень похоже, что вот это движение, которое сейчас формируется от 9513, вот это коррекционное, очень похоже на откат цены перед дальнейшим падением. Как-то неуверен, цена начала расти. И такие сценарии, конечно, бывают, что цена после такого слабого отката начинает и дальше повышаться. И может действительно 9620, 97, 98. Но вот эта ситуация на такое движение очень не похожа. Дневной график, конечно, такой более оптимистичный. Поэтому по индексу доллара, честно скажу, сейчас прогнозировать непросто. Важно отметить, что повышение процентной ставки, да, вы же говорили о том, что есть разговоры среди представителей Конгресса о том, что повышение ставки может пройти на 0,5 пунктов сразу. И, конечно, такое серьезное повышение на 0,5 пунктов, очевидно, приведет к резкому курсу повышения индекса доллара до 96, 97. Но это будет в марте, у нас сейчас с вами первая половина апреля и, точнее, первая половина февраля. И, скорее всего, сейчас коррекционное движение вниз все еще возможное. Но видно, что цена пока удлиняется. И весьма вероятно, что пробой этого движения, пробой вот этого коридора сегодня так и не состоится. Приключаемся на евро-доллар. Евро-доллар здесь, в целом, как и индекс доллара, стоит в таком боковом канале, уже наклон на боковом канале. Но, по большей части, без опять какого-то определенного движения, не собирается вниз, не собирается вверх. Но по евро-доллару здесь ситуация больше похожа на то, что цена будет дальше расти. 1,15, 1,16 и так далее. Мы с вами говорили вчера, что весьма вероятно сценарий роста по евро-доллару. Но перед тем, как растить, она может откатить на уровень 1,13, 1,13,50. Близь вот этого значения. Что ж, пока цена не стремится откатываться, возможно, что рост будет и без отката. Посмотрим с вами график золота. Золото сейчас открыт. У меня график H4. Видно, что золото сейчас стремится к уровню 1,830, 1,832. Цена уже практически этот уровень достигла. И весьма вероятно, что рост продолжится. По золоту я жду 1,850, 1,830. Даже возможно обновление вот этого максимума 1,852. Так что золото пока остается в восходящем канале. Нет признаков никаких разворота. Да, с одной стороны, цена около уровня. Есть соблазн сейчас продать. Продать на 1798. Но, как видите, никаких признаков того, что цена сейчас будет разворачиваться с точки зрения технического анализа, свечного анализа нет. И продавать только из-за того, что цена сейчас находится около уровня, на мой взгляд, не совсем правильное решение. Нужно все-таки, если вы планируете продажи, подождать какого-то дополнительного подтверждения. Я же, в свою очередь, жду пробоя и роста на 1850. Биткоин. Биткоин мы с вами рассматривали вчера. Такой достаточно серьезный рост. Пробой 45. И последующий рост, последующее обновление предыдущих максимум. Там 52, 58, 69 и выше. Но видно, что в целом пока это все находится только в теории. Потому что биткоин еще находится в этом нисходящем канале. 45 цена задела. Но выше пока не пошла. Что ж, ну и ниже пока не идет. Поэтому в целом по биткоину мои мысли о том, что цена будет расти, они остаются прежними. Видно, что здесь в целом формируется такая вроде как треугольник. Если посмотреть по графику и треугольник, видно, что в целом восходящий. И при пробое вверх уже у трейдеров будет более оптимистичное видение, что биткоин будет расти с целью 50, 52 и выше. Давайте посмотрим еще нефть. Нефть с вчерашнего дня, точнее вчера, очень сильно скорректировалась вниз. Очень сильно упала на 89. Движение было с 94, максимум до 90. И в целом по нефти, если сейчас посмотреть за картиной, видно, что нефть собирается и дальше падать. Кстати, важно отметить, что по нефти было заявление из Белого дома американского о том, что представители Конгресса в целом готовы наращивать продажу нефти и далее из своих резервных запасов. Что, конечно, может привести к еще более серьезному обвалу. Но я думаю, что здесь вот такая опора прямо находится в районе 84. Но если смотреть выше, то в районе 88. Здесь вот видно, что достаточно сильный уровень. Цена очень много раз тестировала его сверху вниз. И до этого было тестирование снизу вверх, в районе 88. Поэтому в целом 88 – это как следующая цель. Уважаемые трейдеры, это были все новости, самые актуальные на сегодняшний день. Вам желаю успешной торговли, успешно закрыть торговую сессию в среду. Всего наилучшего. До свидания.